Настало время традиционной рубрики «Святыни Орши». В год 950-летия города корреспонденты телерадиокомпании «Скиф» совместно с музейным комплексом истории и культуры Оршанщины продолжают рассказывать об истории города, раскрывать интересные факты о святынях. На этот раз моя коллега Галина Башкова посетила костел святого Иосифа. Католическая святыня региона разместилась в самом центре города. Детали возникновения костела святого Иосифа точно не установлены. У краеведов есть целый ряд мнений, когда же эта историко-культурная ценность была построена на Оршанщине. По части мнений, храм был построен в 1649 году. Об этом свидетельствуют материалы, которые использовались при его постройке, а также некоторые документы. Так, источники нам указывают, что в 1649 году Оршанский магнат, князь Друдский-Соколинский, приютил здесь доминиканцев. И они приютил их уже в существующем обширном каменном католическом костеле. Нужно отметить, что в пользу этой версии говорит и то, что этот памятник указан уже на плане города 1813 года. Вторая часть историков опирается на те документы, которые говорят, что костел построен в 1819 году. Также мы знаем, что именно с этого года костел начинает называться Костелом Святого Иосифа. Нужно отметить, что доминиканцы будут в этом месте до 1830-х годов. Потом, после восстания, произошедшего в это время, их деятельность будет запрещена, и костел станет парафиальным. Говорит о том, что этот памятник старинный, построен в середине 17 века, и его архитектурный стиль. На сегодняшний день он смешанный, однако в нем четко прослеживаются черты барокко, который преобладал на территории Беларуси в 17 веке. На сегодняшний день это уже и барокко, и классицизм, такие вот архитектурные стили перемешались здесь в результате многочисленных перестроек. Одна из самых значительных перестроек, к сожалению, достаточно драматичная, была связана с восстанием Костуся Калиновского 1863 года. Дело в том, что католическое население поддержало это восстание, и затем царские власти, дабы принизить верующих католиков, прикажут разобрать две башни-звонницы, которые очень величественно, очень красиво украшали главный фасад костела. И сегодня вот он дошел до нас в таком видоизмененном плане. Нужно отметить, что костел будет действующим вплоть до 1937 года. Затем настоятель будет репрессирован, многие прихожане тоже, и эта святыня будет закрыта. После Великой Отечественной войны, это отражено и в некоторых фотоснимках, и в воспоминаниях старожилов, здесь будет Дом культуры строителей, одно время кинотеатр. Однако Дом культуры строителей отсюда съедет, здание будет пустовать. Существовали различные взгляды относительно дальнейшей судьбы здания. Историки утверждают, были предложения открыть здесь концертные и выставочные залы, и даже снести постройку. В начале 90-х костел был передан верующим. Костел – это первое всего человек. Не будинок сам святы, а человек. И тому, минавито про людей, хотел бы сказать, первое всего, подзяковать моим святарам, с братам, які працавали у минулой годы, дзякую, чаким, эта святыня одновилась. Они избирали первых людей, первых парафианов, які приходили сюда, молились. И уже гэты плён, який они зрабили, цапер с гэтым плёном працую я, яго выкарыстовую. Перц за все, хотелось бы сказать про дзятей. Проводятся для их занятки на разных узровнях катехэтичных, затвердженных параграмма конференция бискупов наших, беларускых. И гэта программа отпавядае так сама вывучэнню программы школьной, паводли класов. Дзяты проходят на катехэзу у суботу, у свою гадзину для класа и вывучаюцца мінавіта рэлігии. Падыктовка да сакрамонтов, да першы сповядзі, камуні, старэйшая, дзяты, 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 дзяты клас да наступнага сакрамонту конфермацыи. Далей, дорослые, для дорослых правудзіцца ўся раду, кожнуй ся раду біблійная сустрэча паваучэнні бібліи, ў недзелю катехэза для старэйшых, ях турбуюць ў сучасны дзень. Так сама займаэмся больш, менш, стараюся аднавіць гэта праца з приютам, каля школы номер шэсць ўжо пачаў там хадзіць, вельмі давольны, там цудовна дзятыць, якэх так сама можна рэхтаваць, імі прабываць, дзяліцца свым досвідом, верай. Так сама ўжо был на свята ўсіх святых, ў бабінічах, гэта соціальній центар, там так сама малюць на могілках, і, думаю, так сама там аднавіць неку супрацовніцтва, менавіцца з дырэкцій, з ўстрэча з гэтымі людзьмі, які там прабываюць, людзьмі хворымі, так сама яхні духовной опекай якба ахінуць. У нашы парафі арганізовуюцца розныя курсы, не толькі для нашых прахажанов, які тут жывыць на тарыторі Воршы, але які з'яжджаюцца. Паперша, кожны місяць проходзіць спатканні винаграднік. Гэта фармаційна сустрэча, прасвечэная так сама розным темам, які турбуюць чалавека. Гэта спатканні аднадзённая, пачынаець в суботу і вельмі позднім вечрам сканчывайцца. Так сама ёсць курсы паводлі біблійных пастацьаў, напрыклад, курс Закхей, гэта сустрэча для молодзі. Молодзь приўджае, молюцца, пазнаюць прас забаву, прас гульні, так сама святое писанне і сваю так сама внутрній свят. Єсь так сама курс Эстера, ён прасвечэны пазнаванню жанчыны. Гэта сустрэча для жанчын. Єсь курс Давід, прасвечэны духовной барадзбе. Гэта так сама фармаційна сустрэча прасвечэна і мушчынам, Єсь так сама теоретычна, практичны заняткі па натуральнам распазнанні плоднасті. Гэта так сама для сужанцэв сустрэчы. Прыезжаю для нас гості, які запрашаем з Вітіпска, іншых наших з Мінска, так сама, які проводзю гэта курса для людзі зацікавленных мінавіта як кастёв сустрэча на плоднаст, на сям'ю і так далей. Гэта так сама фармаційна сустрэча праходзіця раз ў квартал. Так сама сустрэча Эстэра гэта прасвечана ўжо катахізаці больш дарослых людзей, так сама больш пабудываны на Біблі. Які планы? Планы, думаю, не сапсаваць тое, што зрабіли іншыя. Боль з Даміне цікавіч чалавек. Канешні, святыня патрабуе неке інвістыцы, ремонту, што сі сыпіцца была зроблена, траба аднавляць, так далей, але больш хацэл бы, каб адбудовуваць духовны свят чалавека, заняцца гэтым чалавекам, саблівым чынам хінуць неке пастарскай паслухай людзей-хворых, які не могуць прайсці ў храм, наведаць їх, каб маглі паспавідацца, праняць святую камунію і так сама годна дажыць свій старасті і каб так сама за іх памаліцца, калі знайдуць гэтагай святу. Тобто мій такий план, мій, як настоятеліх, це просто працяць з чалавекам. На кожному зроўні починаюць від дзітей, празгульні, забавы, батліки, гейка формація дорослых, і просто сподорожнічаць людзім старайшим. В настоящее время костюл представляєць собой памятник архітектуры стиля барокко с элементами класицизма, но сохранился он в перестроеном виде. Несмотря на це, костюл знаєць не тільки жителі города, но і приїжджих. А узнать расписання ближайших реколекций і курсів в Орше, які будуть проходити в костюле святого Іосифа, можна на сайте вертання.орг.